Добрый день, уважаемые друзья, на связи Артур Варданян, руководитель холдинга Кэшбэй. И сегодня у меня для вас не очень приятное, тяжелое и в тот же момент серьезное видео. Касается оно состояния дел компании в данный момент времени. Начну я с того, что выражу благодарность всем за тот невероятно яркий путь, который мы с вами проделали. За те эмоции, которые мы получили друг от друга. Без малого два года мы развивались невероятными темпами и ставили рекорды по росту компании и яркости наших мероприятий. К сожалению, в жизни бывают как белые полосы, так и черные. Это жизнь и от этого никуда не деться. Цикл развития любой компании представляет собой череду взлетов и падений. Этот цикл не меняется уже сотни лет. На сегодняшний день наша компания переживает не очень хорошие времена. Я не люблю обвинять кого-то в собственных неудачах, так как считаю, что мы сами творцы своей судьбы. Но я просто не могу молчать о том беспределе, с которым мы с вами столкнулись. Вы все прекрасно знаете, что две недели назад по всем федеральным каналам на нас обрушился шквал грязи и негатива. Десятки репортажей, сотни статей во всех медиаресурсах, сотни заказных роликов на ютубе. Все развивалось по годами отработанной схеме уничтожения финансовых институтов. Рассказать вам о таком сценарии. Сначала выходит статья на новостном ресурсе, что какой-то там банк замечен, подозревается в небогоугодном деле. Иногда даже подкрепляется все это телерепортажами, где серьезные дяденьки с умным видом говорят об этом банке в негативном ключе. Проходит 2-3 дня и у банка уже стоит очередь из складчиков. Юрлица пытаются вывести из этого банка все возможные средства. Партнеры этого банка досрочно отказываются от сотрудничества с ним. Потом мы читаем новость, что какой-то там банк признали банкротом. Все, занавес. Банка больше нет. Есть только толпа людей, которым тяжело вернуть свои средства. Но на своей памяти я не помню, чтобы хоть один банк топили, как топили нас. Две недели продолжалась новостная вакханалия, во время которой постепенно блокировались наши счета, как банковские, так и биржевые. Шантажировались наши партнеры, с которыми мы связаны финансово. Запугивались наши лидеры. Проводились множественные вредоносные действия с сайтом и так далее. И даже производилось давление на площадки, на которых мы собираем мероприятия. В частности, нам отменили мероприятие, которое должно было проходить в эти выходные в Москве. Узнали мы об этом буквально вчера. Происходящее повергло нас в шок. Я сейчас не хочу называть исполнителей и кого-то обвинять напрямую. Я лишь вам говорю объективные факты. Выводы вы сделаете сами. Данные действия привели к неконтролируемым процессам, на которые мы не можем повлиять в текущем моменте. И мы вынуждены в данное время изменить регламент работы компании. Мы вынуждены уйти на трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение финансовых обязательств перед инвесторами. 1 ноября мы запустим возможность вывода средств из личного кабинета. И постараемся, чтобы это работало в прежнем режиме. Второе. Ввод и вывод средств, создание новых депозитов, начисление по уже созданным депозитам, реферальные бонусы, перевод внутренних денег в это время будут отменены. Третье. Все заказанные выплаты, которые мы не успели обработать на этой неделе, вернутся обратно на ваши счета и вы сможете заказать вывод 2 ноября. Повторюсь еще раз. Это вынужденные, временные меры, которые мы вынуждены применить для восстановления нашей финансовой инфраструктуры. Наша техподдержка работает в штатном режиме и готова вам помочь и проконсультировать в любой момент времени. Прошу всех инвесторов не поддаваться панике и воспринять этот период без волнений. Каждый четверг я буду выходить в эфир и делиться с вами успехами в решении поставленных задач. Редактор субтитров А.Семкин